Полезный город Да, совершенно верно. Заявки необходимо делать в управляющую компанию. И я бы еще хотела уточнить такой момент, что многие собственники многоквартирных домах ориентируются на то, что если есть старший по дому, то именно старший по дому и должен делать заявки. Нет, это не так. Мы рекомендуем непосредственно каждого собственника звонить в управляющую компанию. Это первый способ и самый быстрый. Заявка, принята по телефонной связи, она является официальной заявкой. Она заносится в журнал регистрации заявок, она отрабатывается. Также заявку вы можете подать через адрес электронной почты, который размещен в принципе на сайте, в группе ВКонтакте, на ГИС ЖКХ. Также данная заявка будет являться официальной и подлежит ответу. Более того, вы можете подать заявку через сайт управляющей компании, если такого имеется. У нас есть форма обратной связи. То есть, таким образом, заполняя заявку через сайт управляющей компании, она также непосредственно поступает на официальный адрес электронной почты и подлежит принятию и рассмотрению. Еще один из способов – это подача через ГИС ЖКХ. Очень мало кто пользуется, но есть люди, которые знают об этом способе, пользуются. Ну и, конечно же, вы можете прийти в офис управляющей компании, написать заявление, имеется бланк, который вы заполните, и ваша заявка будет принята, зарегистрирована и отработана. Сроки реагирования. Кратко можем пояснить этот момент? Сроки реагирования. Тут, смотрите, тут зависит у нас от заявки, то есть от категории заявки. Если эта заявка какая-то срочная, значит, то сроки реагирования установлены у нас действующим законодательством. Есть аварийная ситуация, на которую мы обязаны реагировать незамедлительно, в течение 30 минут, часа, суток. Если заявка требует непосредственно письменного ответа, значит, там у нас тоже устанавливаются сроки действующим законодательством, и эти сроки должны соблюдаться. Если необходимо ознакомить собственников с какими-то документами, либо что-то еще, в данном случае подготавливается необходимый пакет документов, запрашиваемый собственниками, собственник может прийти в офис управляющей компании и ознакомиться. Ну и вот с адресом управляющей компании, да, собственно, к этому и подошли, еще раз напомним. Обратиться в офис нашей управляющей компании вы можете по адресу труда 80А, помещение 1002, ну и также все способы, которые ранее были озвучены, это подача заявки через электронную почту управляющей компании, через сайт управляющей компании, также заявки принимаются через официальную группу ВКонтакте и через ГИС ЖКХ. Спасибо, Татьяна Пушкарева, руководитель управляющей компании «Территория комфорта». Полезный город